мы добились за один месяц работы. Вообще мы начинаем наш урок всегда с чего? Чуть поближе подойдешь к крепости. С открытых струн. И чтобы просто так не играть, ты только-только ко мне пришла, но когда заходишь в класс, что ты говоришь? Какое слово? Здравствуйте! Вот смотри, мы уже на слитке все же самое и сказали. Все струны, чтобы со мной поздоровались, и с тобой, и с Ирины, садись не стоит. Вот, она очень хорошая, когда у нас есть, подожди, когда есть, слушайте меня. Замечательно! На ми, слушай свой звук. Теперь то же самое, но флажолетами давай сыграем. Как мы играем флажолет на слитке? Вспоминаем? Что такое флажолет? Когда мы просто кладем пальчик, вот мы переехали в третью позицию, положили пальчик, и каждая струна, каждый флажолетик со мной и с тобой будет здороваться. Поехали. Только надо его найти. Во! Молодец! И сильно не жми. Здравствуйте! Смотри, мне еще положи, положи. Теперь давай дай мне струну локоть. Молодец! Теперь снова на ля. Так, и надо еще с локоточком. На пальцы не смотри, смотри только на смычок, если что. И на столь локоть. Молодец! А сейчас сразу на ми перекатись. Весотовато. И сейчас пойдем сразу на соль деликатиться опять. Молодец! Правая лка очень хороша. Отлично! Следующие. Вот теперь уже к кузнечикам поехали играть. Вот Элиза не знает и никогда их не играла. Сейчас мы ее познакомим с кузнечиками, флажлетами. Так же спокойно, правой ручкой на каждую ноту весь смычок. Кузнечик. Молодец! Ещё не проснулись, давай, ид 전에. Второй пальчик. Самый глубнейший. Потягиваются такие еще. После сна. Теперь два резна. Прям вот потягиваются. Ой, ми, на ми попало. А надо на фиг, на, ры, край. Давай меня чуть-чуть сюда. Во, последний раз нотку, ры. Выши, выше, выше, выше. Не торчат, не торчат. Пошли на ры струну. Туда, на ры. Поехала. Рука, 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 поехала. Не хочу сейчас освобождать. Вот тебе, первоклассники, впервые. Лучше, не попали, переходы, и все на свете. Повес. Повес. И не бояться им. Мягко делать все. Так. И третий. Вот. Вот, молодец. Повес. Масоко, это лято. Это все интересно. Еще, еще ниже, ниже, ниже. Соль. Туда, туда, туда. Вот ориентируйся от первого пальца. Плажелетик выше. И еще растягиваем. Ну, молодец. А сейчас наши кузнечики будут прыгать не на плажелет, а на ноту, например, ве все время попадают. Это мы еще не делали, по-моему. Си, первый раз. Си. 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 Ты переходишь на ноту, вместо третьего пальца, переходишь вот сюда. На его же место, но первым пальцем. Вот они прыгают. Не прыгают, конечно, они, как они наше пенька ходят. Переносит их, переносит пальцы рука. Правильно? Давай. Так же, как на плажелет, но только надо поставить первый пальчик. Тихо-тихо-тихо-тихо. Упишесь. Как ты на жиле ты играл? Ты же переносила руку все время. Вся рука полихала вместе с большим. Во! Ты еще молодец! Вот и переход в третью позицию. Это называется. Уходи, велика, ты не нашла. Посмотри, вот здесь есть у тебя ориентир. Вот эта черная полосочка, которая называется ус. Видела, да? Ободочек такой. Так вот, ты должна поставить палец там, где этот ус проходит примерно. Сыграй. Палец. Чуть-чуть сюда. Вот это слышно. Вот смотри, ты освоила вот этот переход в третью позицию, в которой некоторые дети очень боятся. Не страшно? Нет, ничего в случае. Все в порядке, правда, живут. Нет никаких трудностей. Так, ладно. Давай теперь сыграем. А давай развлечемся, сыграем шестую. Да? Давай даже я, наверное, не знаю. Веселую песню, а потом веселую гамму. Свою губительную, да? То есть мы еще и Лизе покажем, как гамму надо играть легко и весело, да? Вообще, Лиза их попаливается, я знаю. Очень любая шестая. И если что, мгновенно исправляем. Когда готова, начинай. Я подхвачу тебя. а у а и а и а а а И слушай. И слушай. И слушай. Могу сказать, что начало было очень хорошо. Давай-ка одну лыси еще раз. Вот даже сейчас помогать не буду. Ничего. Она чуть высоковато перешла. Локоточком лучше там срабатывает. Еще саксофон, конечно, за стеной мешает очень. Что мы слышим, только саксофон. Давайте мы закроем дверь. Окно. Хотя бы будет уже дольше. Здорово себе. И слушайте. Хорошо? Поехали. Вот тоже чуть-чуть высоковато. Еще раз. Вот куда надо попасть. Давай еще раз. От сих пор. От сих пор. От сих пор. От сих пор. Потому что, когда ты играешь ноту ля. Твой смычок лежит на ля струне. А тебе надо попасть туда. Давай еще раз. После последняя строчка. У нас. Вот. Ну, молодец. Это мы не месяц учили. Урога 4, наверное. А почему мы быстро его выучили? Мы можем даже посмотреть с тобой, когда у нас появился мишка в куполе. Знаешь, почему мы быстро выучили? Потому что ты гаммор и мажор играла. Вот у нас еще даже 3 сентября. Он появился где-то, получается, 10 плюс 3 дня, 13 сентября где-то появился. При том, что мы еще пропустили пару уроков. Видишь, как быстро можно учить? Потому что, знаешь, давай рэ-мажор. Давай рэ-мажор сыграем? Покажем, как надо делать все. Быстро и легко и беседно. Рэ-мажор пока у нас с тобой однократная гамма на весь учет. Или жеków. Покажем, перемышем. . Хорошо? Да. Нет. Не желательно. И на первом кончике прям поворачивайся, пусть он там пока стоит, стой на нем, держись за него. И на первом кончике прям поворачивайся на нем. И на первом кончике прям поворачивайся. Раз. И на первом кончике прям поворачивайся. 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 Вот. Она где-то дома, наверное. Здесь? Всё, давай. Чтобы мы там сразу написали пальчики. Я теперь играла бы, наверное, да? Не помню. Ну так, начнем. План. Отлично. Всё. Иди сюда. Пока ты идешь, пишем тебе сразу сказки. Смотри. Значит, ты играла гамму ре-мажор. От ноты ре. А здесь с какой ноты начинается? Ля. Ля. А нотки идут по порядку или прыгают как-то? Или по порядку? По порядку. Значит, это что будет? Тоже гамма? Да? Только она будет называться ля-мажор. И она играется точно так же, как ре. Ты играла. Ты играла отсюда. А тут будет играться со струны ля. Смотри. Даже в ноту смотреть не нужно. Вот и всё. Можно долго смотреть в ноту и разглядывать и играть вот так. Раз. Раз. И. Два. И. Но мы как не будем. Хорошо? Мы запоминаем сразу движение мелодии вверх к ноте соль диез. Вот до неё дошла и подняла пальчик и у тебя будет ми открытое. Видишь, что вот здесь у нас лига появилась, да? Значит, вот здесь смычок идёт быстро. И. 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 Наизусть. На струне ля, гамма, ля, мажор. До ноты судьи я прошла, и сначала откройте ля. Когда получается не мажор, а не понятно что. Мажор это широкая пачка. И чуть спокойнее. Это я уже играла эту песню раз в тысячу. А ты первый раз в жизни играешь. Игай спокойнее. Рядышком. Как второй мажор играла? Вот так. Еще раз. Два, три, четыре. Переходи. Два, и вот он. Стой. И открытая бить. Вот и все. Теперь сама. Ты знаешь, что мешает играть? Многоточек. В следующий раз надо просто его убрать. Хорошо? Давай. А теперь пошли вниз от ноты ля. Гамму играем вниз. Ля. И вот здесь, смотри, в конце фразы у нас есть нота ми. Мы локтик переносим, пальчик сюда. И сыграли ми. Теперь опять гамма наверх. Опять, такой же на кулочке. И. Я соль по ми, рыну силия. Смотри. Я соль по ми. Переноси пальчики. Переноси пальчики. Переноси пальчики. Вот такая вот штука. По идее, вот я сейчас тебе ее запишу. Запишем сейчас на видео. И ты дома сможешь смотреть. Мамка скачает эту штуку. Такая тема работы. Не помнишь как-то? Играла? Угу. В основном все выходят на сцену и играют так. Не возможно слушать. Обязательно здесь написано слово «живо», то есть быстро. «живо». Поняла? Замечательно. Чтобы это как-то с самого начала, с первого урока у у тебя уже появлялась мелодия и понимание, что вот это вот начало фразы, вот здесь она заканчивается. Начало фразы, конец. Всего четыре фразы получается. Ладно? Говорили? Ну ладно. На сегодня закончим. В следующий раз мы уже с мамой расписание поменяли. Так что ты будешь везде успевать. Без всякой суеты. Поняла? Все. Собираем. Сейчас ничего еще. Напискать вам домашних за...